Ульяновская область Тех помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасай жизни» Уже в эндокринологическом отделении пациентку полностью обследовали То есть сделали рентген, КТУ, ЗДГ и ЭКГ Ирина Геннадьевна, скажите, пожалуйста, что это дало? Это дало подозрение на тромбомболии легочной артерии Либо по-другому ТЭЛО При поступлении в эндокринологическое отделение было у нее на одышку незначительно Повышение температуры тела, повышение гликемии и боли в левой голени Проведено обследование УЗИ сердца, по которому выявлена легочная гипертензия УЗДГ вен нижних конечностей, где был обнаружен тромб в левой голени Флотирующий минимально И было поставлено подозрение на тромбомболии легочной артерии Как только был поставлен диагноз тромбомболии легочной артерии Сразу была приведена в палату интенсивной терапии для дальнейшего лечения и наблюдения Под действием рейматологов В отделении интенсивной терапии и реанимации наша героиня провела 4 дня Михаил Юрьевич, расскажите, какой метод лечения применяли к пациентке? К пациентке мы проводили тромболизис Это один из современнейших методов лечения Мы вводим препарат, который растворяет тромб Мы используем препарат Актилиза Что это такое? Препарат, который растворяет тромбы Препарат достаточно эффективный, достаточно хороший К сожалению, использовать его приходится Конечно, у него есть и побочные действия Но в данном случае он был, конечно, необходим И за счет его введения пациентка осталась жива По статистике, где-то около 50% пациентов данной нозологии Именно с ее патологией, именно с большими тромбами в обоих легких погибает Елена призналась нашей съемочной группе Тогда она не осознавала, что казавшиеся на первый взгляд симптомы простуды Головная боль, температура, кашель могли обернуться для нее смертью Я поняла, что есть тромб Я не понимала угрозы Я понимала, что есть тромб Я понимала, что когда мне поставили тромб близко, что его растворяют Я понимала, что мне становилось легче Но я не понимала, какие последствия могут быть этого заболевания А последствия крайне тяжелые Это сознание пришло позже Тогда мне казалось, что поступая в реанимацию, у нас же забирают все Нет на телефонов ничего А вот когда спустились в реанимацию, когда я получила доступ к своему заболеванию Смогла прочитать о нем Конечно, это вообще ужасно Учитывая то, что вся моя семья – это мама и сын Которому 15 лет, и которому надо растить То есть вообще в шоке Был полнейший шок, было непонимание того, почему это произошло От чего это произошло Почему со мной? То есть как обычные вопросы, которые задаются Надо просто, наверное, предписание врачей выполнять И жить дальше По статистике, ежегодно в Европе и России тромбоэмболия поражает каждого тысячного В Центральной Ульяновской медсанчасти в год врачи сталкиваются с 6-8 подобными случаями По словам специалистов, предотвратить появление страшной патологии можно Делается это просто Вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек Тромбоэмболия легочной артерии в медицинском сообществе также принято называть трудным пациентом Ведь симптомов, как таковых, нет А на лечение считанные минуты И если бы не своевременная помощь бригады врачей медсанчасти То исход для нашей героини оказался бы летальным Субтитры создавал DimaTorzok